Итоги реализации муниципальной программы профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самары на 2021-2023 годы подвели во время заседания антитеррористической комиссии. Эта программа предусматривает обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, организацию контроля за антитеррористической защищенностью объектов, а также организацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации последствий их проявления среди несовершеннолетних. За отчетный период были обследованы все объекты, которые находятся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления на предмет антитеррористической защищенности. Также были реализованы меры обеспечения безопасности в учреждениях сфер культуры и молодежной политики. В рамках программы образовательные и спортивные учреждения продолжают оснащать централизованные системы видеонаблюдения. Еще одной темой обсуждения стало выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования. В 2023 году проведены проверки антитеррористической защищенности 588 объектов муниципальных образовательных учреждений. Особое внимание уделялось соответствию требованиям федерального законодательства по антитеррористической защищенности. Все учреждения имеют паспорта безопасности объектов и акта категорирования. За истекший период 23 и начало 24 года проведено 1478 обследований образования из них. По запросам прокуратуры 269, по запросам администрации городского округа и департамента образования 2989 и по запросу Министерства образования и науки 120 объектов. В 2023 году продолжилась работа по замене кнопок экстренного вызова полиции на стационарные системы тревожной сигнализации. В 2024 году продолжится реализация дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций. В частности, планируется установка системы контроля доступа. Сотрудниками образовательных учреждений регулярно проводятся инструктажи по алгоритму действий при совершении или угрозе совершения преступлений. Еще одной темой обсуждения антитеррористической комиссии стала подготовка к предстоящим президентским выборам, которые пройдут в России с 15 по 17 марта. Еще раз подчеркну, что это на сегодняшний момент самый важный вопрос для рассмотрения антитеррористической комиссии. Прошу вас максимально ответственно отнестись к исполнению своих полномочий. На территории города образовано 472 избирательных участка для голосования. Помещения оборудованы необходимыми средствами пожаротушения, охранной сигнализации и видеонаблюдения. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События.